И говорят, мы его не возьмем, он у нас умрет, мы не хотим даже связываться с этим. Развернулись и уехали. Я прекрасно понял, что мне осталось 2-3 месяца жизни. Я просто попросил, Господи, если ты есть, помоги мне хоть что-то изменить. Я помню, что я закрылся там в ванне, я рыдал, как маленький ребенок. Я настолько пережил вот эту благодать Божью. И в тот момент Бог коснулся меня, Бог коснулся моего сердца. Я отец двух сыновей, у меня замечательная супруга. Всем добрый день. Хотел бы для начала представиться. Зовут меня Александр. На данный момент мне 44 года. Я хотел бы, во-первых, поблагодарить каждого, кто сейчас смотрит этот канал, эту передачу. А во-вторых, хотел бы рассказать тем, кто все-таки открыл этот канал, немного о своей жизни. О том, как она менялась. О том, с чего она начиналась. Очень хочется, чтобы то слово, которое я сейчас попытаюсь донести, та мысль, то те переживания, о которых я попытаюсь рассказать, они послужили для того, чтобы каждый из нас задумался о своей жизни. Все ли правильно сегодня делаю я. Я родом из маленького городка, абсолютно непримечательного, в Мурманской области. Есть такой город Кандалакша, может быть, кто-то знает. Я там родился, я там вырос, закончил школу. Вырос, в принципе, в полноценной семье. У меня были мама, папа, вполне себе любящие меня родители, обеспеченные по меркам нашего города. Я никогда, в принципе, ни в чем не знал нужды, не знал отказов. Учился всегда хорошо. Я был довольно образованный всегда человек, ну, парень, юноша. Но в какой-то момент я начал понимать, что мне чего-то не хватает. В какой-то момент вдруг я понял, что я сам себя не устраиваю, что ли. Знаете, я начал пытаться что-то получить в своей жизни запретное. Сейчас, оглядываясь вот уже на 30 лет назад, я понимаю, что к этому привели засилье, там, видеофильмов, всего того, что хлынуло в середине 90-х в Россию. Все фильмы, посвященные наркотикам, насилию, злу и всему остальному. И те люди, которые были для нас авторитетами на тот момент, те люди, которые были на тот момент кумирами, да. Сейчас, как я уже понимаю, они сыграли свою роль в том, что в мою жизнь также пришли наркотики. Они пришли довольно рано и поглотили меня полностью. Я то, что называется, вот с ненасытимостью их употреблял, в поисках какого-то успокоения, счастья, чего-то еще. И поначалу это приносило определенное удовольствие. Но все меньше и меньше удовлетворения я получал от этого. И все больше и больше разочарования в жизни я в своей жизни видел. Проходили годы, проходили десятилетия. В общей сложности я посвятил целенаправленному убиванию себя. Я как-то сел, посчитал порядка 20 лет. И все это привело к тому, что я оказался, то, что называется, на обочине жизни. Знаете, я сейчас, как христианин, как человек верующий, вспоминаю историю о человеке, который сидел возле дороги, прося милостыню, когда люди проходили мимо него, шел Иисус мимо него. Но никто из этих людей, кроме Христа, не обратился, чтобы помочь ему. Мало этого, находились люди, которые мешали ему обратиться действительно за помощью к тому, кому надо. И на этой обочине жизни, я сейчас, оглядываясь, я прекрасно вижу себя. Я однажды размышлял, я понял, что вот этот мир, в котором я пытался как-то реализоваться, чего-то достигнуть, он меня просто выплюнул. Он просто надо мной посмеялся, и вот попользовался, и бросил. И я оказался на грани полнейшего саморазрушения. Я уже очень плохо ходил, я уже был поражен множеством болезней, которые неизбежны были при моем образе жизни, вот, наркоманском. И я не видел выхода никакого. Вот я лично сам, однажды задумавшись, однажды посмотрев на себя в зеркало, уже с разрушенным абсолютно организмом, я прекрасно понял, что мне осталось 2-3 месяца жизни, и я умру. Я не могу сказать, что это был какой-то голос с неба, но я четко в своем мозгу, в своем сердце, я не могу это объяснить. Я услышал вот такую мысль, что скоро я умру. И тут же за этой мыслью последовала другая, что я попаду в то место, куда мне попадать совершенно не хочется. Я попаду в реальное место мучений, которое я уже на тот момент, не знающий Бога, понимал, что оно существует, и что по моим всем делам, самая моя участь – это ад. И тогда я просто от всего сердца, как мог, просто вот вас звал. Я просто попросил, Господи, если ты есть, помоги мне хоть что-то изменить. Я обещаю, что я воспользуюсь этим шансом. Сейчас я понимаю, что я просто просил хоть какой-то шанс, хоть что-то поменять в своей жизни. На следующий день ничего не произошло. Я продолжил вести тот же образ жизни. Через неделю ничего не произошло. Через месяц я уже, в общем-то, и забыл об этом. Но спустя месяца, наверное, два приехал мой друг однажды, прошедший программу духовного восстановления в городе Липецке. Неоднократно меня звавший туда, я всегда насмехался, отказывался. Я не верил, что какой-то Бог, какая-то Библия может мне помочь. А здесь все как раз сложилось. Я понял, что деваться мне уже некуда, терять мне уже нечего. И я согласился поехать в центр восстановления, который находится в Липецке. Приехал туда абсолютно таким все-таки озлобленным, закрытым очень. И там я столкнулся с отношением людей ко мне, с которым отношением я никогда раньше даже не сталкивался. Я увидел, что есть действительно дружба. Я увидел, что есть действительно какие-то семейные ценности. Я увидел отношение к себе как к человеку. Не как к какому-то отбросу, как к какому-то наркоману. А я действительно увидел искренность в глазах людей, которые пытались мне помочь. Меня это зацепило. Знаете, когда мы ищем Бога, мы пытаемся найти какое-то подтверждение Ему. И однажды я услышал в одной из проповедей наших служителей в центре, что вы проверьте Бога. Вы дайте Ему какую-то задачу, которую Он сможет для вас выполнить, и вы убедитесь, что ваш Бог, Он живой. А я такой, что всегда искал подвох, искал какие-то подводные камни, искал какое-то несоответствие. Думаю, какую же мне загадку загадать этому Богу, на тот момент мне, неведомому. Чтобы он все-таки вот оказался в тупике. А в центре еда-то такая, как сказать, недомашняя, что тебе приготовили, как бы вкусно, но не как дома. И постоянно хотелось какого-то разнообразия. Я, в принципе, покушать очень люблю, и была такая история. Я как-то думаю, ну дай-ка я проверю, что это за Бог такой. И я вечером, помню, помолился, говорю, Господи, вот если ты есть, есть ли все правда, что они говорят, вот хочу завтра, знаете, как по щучьему велению, хочу завтра пообедать там в Макдональдсе. И про себя посмеялся, думаю, ну вот я тебя уловил, Господь. Выходить же нам нельзя, денег у нас нет. Не пойду же я без денег там или куда-то еще. И я со спокойным сердцем лег спать, думаю, ну тут-то ты, Бог, проиграл. На следующий день ничего не произошло. И еще через день ничего не произошло. На третий день приехал ко мне в гости тот мой друг, который привез меня на программу реабилитации. И попросил за меня, у моих руководителей, возможности вот со мной съездить в город там. Моя просьба была реализована. Сверх этого мне вот этот мой друг там купил вещи какие-то для того, чтобы там я мог носить, там зима была на дворе. У меня не было этих вещей. И я вот понял одну простую вот вещь, что Бог делает все, но тогда, когда надо ему, а не мне. И для меня это было вот величайшим откровением. Я до сих пор им живу. Что он хочет все дать, но он хочет посмотреть, буду ли я ждать. Буду ли я каким-то образом на него роптать. Или все-таки я смирюсь, и он сделает так, как ему надо. И он сделал так, как надо Богу. Он сделал так, как ему лучше. И так, как оказалось лучше мне. Потому что, если бы я просто покушал бы, пусть даже от пуза, у меня бы не было тех вещей, многие из которых я носил там еще пару лет, допустим. Для меня это было вот величайшее откровение. Я пытался искать какие-то подвохи. Я пытался каким-то образом, то, что называется, вывести на чистую воду тех людей, которые мне помогали. Я пытался как-то уловить их в чем-то, знаете. Но все разбивалось об абсолютную, для меня необъяснимую честность и прямоту этих людей, которые часами просиживали со мной, уговаривая меня остаться, когда было очень трудно и хотелось уйти. Которые отдавали мне свои лекарства, когда меня уже не брала даже скорая помощь. Как-то случился у меня там приступ. Приехала скорая помощь, у меня температура там чуть за 40. Они приехали, посмотрели на меня и говорят, мы его не возьмем. Он у нас умрет. Мы не хотим даже связываться с этим. Развернулись и уехали. Там доктор назвал какой-то диагноз, я уже сейчас не помню. Ребята собрались, помолились, дали мне какую-то таблеточку, сказали, ну держись. Я начал держаться. Попутно мне объясняли, что есть Бог. Мне объясняли азы священного писания, Библии. Той книги, которая сейчас послужила именно к моему возрождению. Читая ее, я отчетливо понимал, что каждая строчка написана лично про меня, лично в мою жизнь. Я прекрасно помню момент своего покаяния в центре восстановления. Я помню, что я закрылся там в ванне, я рыдал, как маленький ребенок. Я настолько пережил вот эту благодать Божью, настолько пережил вот эту любовь, глядя на людей, окружающих меня, что вот все, чего я просил, только Господи, прости. Я не мог больше ничего произнести. Лились слезы градом. Я очень долго провел в таком состоянии. Но сейчас я понимаю, что это действительно было истинное покаяние мое. Я отчетливо помню момент водного крещения своего. Уже такого, знаете, следующего этапа. Я совершенно осознанно пообещал Богу служить Ему доброй совестью. Вот совершенно осознанно. И я понимал, что это обещание, оно больше нужно мне. Я прекрасно это понимал и сейчас, когда я вот на данный момент уже, по милости Божией, почти восемь лет я в служении. Это обещание очень часто меня подстегивает не бросать начатое, а держаться и пытаться все-таки идти вот избранным однажды путем. Я прекрасно помню момент своего крещения, как меня Бог крестил Духом Святым. Служители мои из центра повезли нас, в общем, тоже на конференцию. И там была проповедь о крещении Духом Святым. И я прям почувствовал, как мое сердце загорелось. Я почувствовал, что это мне нужно. У меня я был всего около месяца на тот момент в центре. Я мало что понимал, но я почувствовал, что тот человек, который что-то вот говорит там с кафедры, он говорит в мою жизнь и прозвучал призыв, кто хочет, выходите. Я пошел. Сейчас, понимаю все это, если бы я знал, куда я иду, я бы не вышел никогда. Моей бы смелости не хватило. Потому что мне начали говорить, что я там сейчас буду на иных языках говорить, там что-то еще. Я думаю, вот это я, конечно, зря сделал. Но уже коли вышел, думаю, дай попробую сделать все, как мне говорят. И в тот момент Бог коснулся меня, Бог коснулся моего сердца. Опять же, со слезами, со многим таким облегчением я все это принял для себя. И эти вот этапы моей жизни, они реально помогают мне сейчас. Я никогда не мог себе даже представить, что у меня будет семья. Я даже никогда не просил об этом. Сейчас вот Бог сделал так, что у меня есть полноценная семья. Я отец двух сыновей. У меня замечательная супруга. У меня... Ну, говоря по-человечески, я счастлив сегодня. И однажды пообещав Богу, как я уже сказал, я принял решение оставаться и помогать таким же людям, каким был сам. Я понимал, что был такой этап в моей жизни. Я оставил служение, пошел, устроился на работу, на две даже. Стал зарабатывать. Ходил я в церковь, я не грешил. Вот абсолютно. Я вел, в принципе, христианский образ жизни. По воскресеньям я был в церкви, у меня было небольшое служение. В гардеробе я там куртки подавал, раздавал, там номерки и так далее, и так далее. Но меня всегда мучил момент моего обещания Богу служить Ему доброй совестью. Я так промучился, наверное, год. Я всегда понимал, что я занимаюсь не своим делом. Я прекрасно понимал, что моя теперь обязанность – это служить и помогать таким же людям, которым был я сам некоторое время назад. И я однажды уволился с этих работ своих, приехал обратно в свой центр, где я проходил реабилитацию к своему руководителю и попросился помогать в его труде. И меня взяли, я был очень как-то рад этому. И на данный момент я несу это служение. Сейчас я уже, скажем, полноценный руководитель центра. Вот находясь на программе, да, встречаюсь со множеством людей. То есть многие люди приходят, многие люди, к сожалению, уходят, к счастью, возвращаются, уходят опять. Есть целые такие прям туристы, к сожалению. И вот я, когда был на реабилитации, мы знакомимся, как-то общаемся между собой. И меня ребята спрашивают, у тебя какая реабилитация? Я говорю, да, первая. Она говорит, ладно, ерунда, на одной ноге пройдешь, легкотня, ничего сложного. И я это слышал от нескольких людей много раз. И я задумывался вот о том, в какие условия помещен сейчас я. Весь такой гордый, колючий, озлобленный, столкнувшийся вот с этой благодатью, не знающий, что с ней делать. Мне было очень тяжело. И я думал, если вот это легко, то как же тогда на самом деле тяжело. Прошли годы, и сейчас я уже понимаю, что вот глядя на тех людей, которые мне говорили, что я пройду все легко и очень быстро, у этих людей я вижу и до сих пор абсолютнейшую разруху в жизни, к сожалению. Их нет ни в церкви, у них нет ни семьи, у них нет, к сожалению, счастья человеческого. Просто потому, что вот эти ребята, они просто научились приспосабливаться. Вот нам важно жить Богом. Нам важно не приспосабливаться, а действительно выполнять честно то, что нам говорят. И уже сейчас те ребята, которые вот в мою жизнь это говорили, что все легко, я их вижу у себя в центре. Уже я в качестве руководителя. А вот эти вот ребята, они, к сожалению, по новой и по новой и по новой пытаются, царапаются, но ничего не получается. К сожалению, в силу того, что человек не делает, что ему говорят, а человек просто приспосабливается к определенным обстоятельствам, не меняет себя, к сожалению. Много таких моментов. Меня вот они очень сильно огорчают сейчас. У нас при церкви мы открыли такую своего рода программу адаптации, такую библейскую школу, где уже ребята, прошедшие курс восстановления и хотящие идти дальше, не желающие возвращаться в этот мир, они пытаются зацепиться, пытаются как-то больше и больше познать Бога, больше и больше быть ему полезными, узнавать какую-то его волю в своей жизни, потому что все-таки вот того там, тех там девяти месяцев, их, ну, на мой взгляд, мало для того, чтобы человек действительно в полноте оставил вот все свои наклонности, привычки, переломил свой характер. И многие люди это понимают, и многие ребята остаются, как-то загораются, а мы пытаемся как-то с ними находить общий язык, диалог какой-то выстраивать, для того, чтобы человек смог понять, для чего он на эту землю пришел, для чего он встретился со Христом и для чего Христос призвал его, что конкретно, какую миссию может исполнить этот человек для Царствия Божьего. Чтобы мы, знаете, не жили как раньше, то есть только для себя, по принципу, моя хата с краю, вот, получилось у меня и с меня хватит. Как я думаю, это момент деградации. А вот когда человек хочет расти, мы начинаем брать ответственность уже не только за себя, но за других людей, за семьи свои, и Бог ни разу меня не оставил. Было множество трудностей, они есть и сейчас. Но ни разу не было так, чтобы я пожалел хоть о каком-то своем дне жизни со Христом. Ни одного дня не могу припомнить. Каждый день – это начало его, это обращение к Богу, просьба о том, чтобы сегодня он каким-то образом меня использовал. И день пролетает за несколько минут, будем так говорить. В трудах, в заботах, в служении, в общении, с детьми, с семьей, с церковью. Я думаю, только так человек может быть счастлив. И хотелось бы каждого, кто сейчас слышит меня, открыл этот канал, чтобы мы задумались, для чего я вообще существую. Если я верующий, то что я могу сделать для Царствия Божьего. Если я пока еще не знаком со Христом, то очень бы хотелось, чтобы мой пример послужил примером для тех, кто вот сейчас, может быть, сидит и не видит выхода. Все на самом деле очень просто. Набери несколько цифр на телефоне, позвони. Помощь не заставит себя ждать. Просто воззови даже в тишине комнаты своей. Поговори в тишине с Богом. И его присутствие не заставит себя ждать. Он никогда не опаздывает, он никогда не задерживается. Он всегда дает только самое лучшее. От нас требуется только немножечко потерпеть. Хотелось бы, чтобы каждый, кто меня сейчас слышит, все-таки, может быть, пересмотрел какое-то свое отношение к жизни. Добрый день, дорогой друг. Меня зовут Сергей Еничев. Уже около 15 лет я занимаюсь работой именно помощи людям, которые находятся в зависимости от алкоголя или наркотиков. Знаешь, когда-то мне люди говорили, что надежды нет. И было полное отчаяние. Но где-то внутри, как будто я не хотел поверить в то, что я родился, чтобы просто умереть от наркотиков. Если ты сегодня не видишь выхода, пожалуйста, позвони под видеотелефон. Если, может быть, ты знаешь человека, который в проблеме, и он сегодня в безысходности, пожалуйста, дай ему это видео. Перешли эту ссылку. Пусть позвонит. Мы расскажем выход. Я реально нашел счастье с Иисусом Христом. Да поможет Господь и тебе не отчаяться и не потерять надежду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!